Новосибирцы могут принять участие в голосовании на выборах главы города досрочно. Такая возможность есть только у тех, кто по веским и официальным причинам не сможет прийти на избирательный участок 8 сентября. Голосовать досрочно можно там же, где обычно. При себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий право голосовать заранее. Избирательный участок в инженерном лицее для желающих проголосовать досрочно открыт. Но тех, кто уже воспользовался таким правом, пока немного. Причины бывают досрочного голосования разные. В основном приходят либо отпуск по какое число, либо по состоянию здоровья. Чаще всего бывает, что в конце недели, это четверг-пятница, вспоминают, что досрочное голосование и приходят. Чтобы проголосовать досрочно, нужно иметь веское основание и доказательства. Это может быть справка с места работы или из медучреждения. Процедура досрочного голосования ничем не отличается от выборов 8 сентября. Есть стенд, на котором можно ознакомиться со всеми кандидатами. Я иду со своим документом, беру бюллетень, после чего вместе с ним иду в кабинку для голосования. Отдав свой голос, я передаю бюллетень специальному члену комиссии. Запечатывают бюллетень в пакет, который вскроют только 8 сентября. Бюллетени досрочно проголосовавших проведут через КАИБы. В этом году половина участков в Новосибирске оборудованы электронной системой подсчета голосов. По словам специалистов, за 8 лет ее использование в Новосибирске система ни разу не подвела. В субботу, когда они уже будут в помещениях, где будет осуществляться голосование, проводится тренировочный режим. То есть еще раз проверяют уже на месте. И, как вы, наверное, слышали, в воскресенье перед началом голосования, с 6 часов утра, участковые комиссии проводят тестирование на готовность КАИБа к началу голосования. Сейчас в предвыборной гонке участвуют 15 кандидатов. Компания проходит без эксцессов. Жалоб за весь период, порядка 20 всего поступило обращений и жалоб. Каких-то серьезных нарушений в этих жалобах отражено не было. В основном больше половины это жалуются кандидаты друг на друга о нарушении агитации. Проголосовать досрочно можно на своем избирательном участке до 7 сентября включительно. Это важно на самом деле, поучаствовать в этом голосовании. Потому что, повторяю, мы определяем судьбу нашего города на ближайшие 5 лет. Приглашаю вас всех принять активное участие в предстоящих выборах. Выборы мэра Новосибирска состоятся в единый день голосования 8 сентября. Александра Медведенко, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.